Что получится, если скрестить козу и паука? Где жирафы не стесняются завтракать вместе с людьми и для чего разводят морских свинок? Сейчас расскажу. С вами СмартПицца, и в этом выпуске вы узнаете о самых необычных фермах в мире. Крокодиловая ферма Да, в промышленных масштабах люди разводят и этих животных, кто бы мог подумать. Из них получают мясо, кожу и готовят массу востребованных товаров. Первые крокодиловые фермы, которые иногда называют ранчо, появились еще очень давно, в конце 19 века, однако были в большей степени туристическими достопримечательностями, нежели полноценными и настоящими фермами. Подлинно коммерческие фермы же появились лишь в 1960-х годах. Согласно некоторым источникам, они возникли на юге США, в первую очередь во Флориде и Луизиане. Однако вскоре эта практика распространилась и на другие страны, в том числе на Австралию и Египет, где разводятся, соответственно, грибнистые и нильские крокодилы. Алигаторов, если что, так и не одомашнили, но все же разводят в сельскохозяйственных целях из-за высокого спроса на их шкуры, но об этом мы поговорим чуточку позже. Пока же давайте сконцентрируем все наше внимание именно на ранчо с крокодилами. Для любой фермы такого типа первостепенно важно определиться с наиболее подходящим местом, ведь в противном случае это будет бизнес, который вообще не принесет прибыли. Важно, чтобы ферма находилась там, где есть постоянный источник электричества, воды и дешевой свежей пищи для животных. Так в нашем случае подобным идеальным местом послужил Таиланд, город Паттайя. Именно здесь находится одна из крупнейших ферм по разведению крокодилов. Сказать, что этих рептилий тут много, это ничего не сказать. По некоторым данным, на ферме проживает свыше 60 тысяч крокодилов, другие вовсе говорят о цифре в два раза больше. Целей разведения крокодилов тут довольно много. Они как второстепенные, то есть для представлений в парке, так и основные, вроде продажи мяса. Также из желчьей крови этих животных делают средства, которые помогают при разных заболеваниях. Вдаваться в изучение этого вопроса я не стал, но вот такая у местных медицина. А еще из кожи крокодилов делают различные модные аксессуары. Сумки, портмоне, ремни. Короче говоря, вариантов, куда сбрасывать рептилий, хватает. Поэтому чем их больше, тем лучше. На этой ферме крокодилов держат в специальных искусственных водоемах, где они неспешно перемещаются с места на место, лениво греются на солнышке и плавают в воде. Если на мгновение забыть о том, что их ждет в конце пути, может показаться, что это настоящий рай для животных. Водоемов тут и правда очень много. Тесниться не приходится. А еще, как я уже отметил ранее, крокодилов выращивают ради шоу, которое на регулярной основе показывается всем посетителям. Данное выступление происходит на отдельной арене, где опытные дрессировщики, традиционно помолившись перед показом, по-хозяйски обращаются с этими безумно опасными хищниками. Они таскают крокодилов за хвосты, целуются с ними, бесстрашно засовывают конечности в их пасть. А еще за отдельную плату в конце выступления можно подержать детеныша крокодила на руках или даже сесть на него верхом. Осмелились бы на такое? Или это слишком, даже под присмотром профессионала? Аллигаторы Арканзаса Да-да, а теперь мы поговорим об аллигаторах. Братьях наших предыдущих гостей. Хотя вернее было бы сказать, что мы поговорим об одной крайне необычной ферме, где их выращивали. Изначально она располагалась в штате Арканзас, в городе Ход Спрингс. Однако в 1907 году хозяева этой фермы решили переехать в Лос-Анджелес, где им выпал шанс занять территорию, вплотную прилегающую к зоопарку и многочисленным киностудиям. Цель данного переезда, думаю, вы уже просекли. Она заключалась в плотном сотрудничестве с киностудиями, в сдаче аллигаторов в аренду. Кроме того, с течением времени эта ферма стала для местных еще и полноценным аттракционом. Почти каждый посетитель мечтал лицезреть аллигатора на расстоянии около метра. Люди платили за билет и получали доступ к осмотру тысячи и более хищников. Помимо аллигаторов, к слову, здесь также разводили и змей вместе с различными ящерицами. Зрителям очень нравилось наблюдать за тем, как дрессированный аллигатор спускается по специальному 10-метровому желобу. Хотя особое удовольствие, как я думаю, получали дети, ведь им выпадал шанс прокатиться на животных верхом. В какой-то момент эта ферма стала полноценной достопримечательностью. Могло показаться, что это пик ее популярности, но на самом деле это был скрытый провал. Владельцы чисто физически не могли проследить за каждым посетителем, которых к тому моменту было много. Аллигаторов и животных в целом была тьма, а потому кто-то донарушал правила поведения и, соответственно, безопасности. В бедных животных бросали камни, их били палками, тыкали разными предметами и даже плевали. Я понятия не имею, как у людей хватало совести все это делать, но люди слепо верили в то, что животные не агрессивные и ничего не сделают в ответ. А ведь они на самом деле такими и были до поры до времени. Совсем скоро в аллигаторах начала просыпаться их дикая сущность, и они начали давать сдачу двуногим, если вы понимаете, о чем я. Владельцы фермы вновь захотели переехать, надеялись, что это даст им глоток свежего воздуха, но у них ничего не вышло. Посещаемость одной из крупнейших фермаллигаторов упала, и ее было решено закрыть. Оставшихся рептилий распродали по частным поместьям. Усадьба жирафов Именно такое необычное название носит небольшой особняк в Кении, который считается местом реализации программы по сохранению жирафов Ротшильда. Здесь их разводят и выпускают обратно на природу, чтобы обеспечить существование подвида. Вот только все свое существование жирафы не просто проводят где-то в заперти, вдали от людей, а ходят прямо у них на виду, заглядывают в дом во время завтрака, составляют компанию во время прогулок. Вы все правильно поняли. Эта усадьба стала полноценным отелем с одной неповторимой и удивительной особенностью. К счастью, поток желающих отдохнуть бок о бок с жирафами не прекращается, а значит и финансирование проекта по спасению животных тоже расцветает. ЛОСИ Ферма по разведению этих замечательных созданий расположилась на Урале, а если говорить точнее, то в Печоро-Илоческом заповеднике. Данная ферма была основана еще в середине прошлого века и стала первой в своем роде, хоть эта идея была и не из новых. Люди планировали использовать лосей как полноценный домашний скот, доить их и добывать мясо. Все-таки массу эти животные обретают довольно быстро, а потому проблем быть не должно. Кроме того, лосей не надо содержать в теплых помещениях в зимнее время, им не надо заготавливать сено. В двух словах, перспектива отличная. Всего на ферме было выращено около восьми поколений лосей, хотя ни одно из них нельзя считать домашним. По словам фермеров, любое их животное можно выпустить на волю, и оно будет отлично себя там чувствовать, быстро адаптируется к окружающим его условиям и найдет еду. В то же время, у одомашненных животных с этим явно будут проблемы, а еще у них будет слегка иной внешний вид, другое поведение, а также свои особенности организма. Цель фермы – сохранить дикое естество лосей, ведь, как считают люди, лишь при таких раскладах их молоко будет полезным и вкусным, а мясо – диетическим. А для того, чтобы это сделать, важно устроить на ферме целую сеть загонов. Пока на одном из них находятся лоси, другой загон восстанавливается в плане растительности. И так по кругу. Ферма пиявок. Уж кого-кого, но чтобы выращивали этих созданий, такого я не ожидал. Тем не менее, подобные фермы существуют. Я бы даже сказал, они процветают. Сейчас я расскажу вам, как обстоят дела в Международном центре медицинской пиявки, созданном еще в 1937 году. Площадь территории этой необычной фермы около 2500 квадратных метров. Этого с головой хватает, чтобы выращивать порядка 3,5 миллионов медицинских пиявок. Всего науке известно более 500 видов этих существ, но сколько именно выращивается на ферме, я не знаю. Известно лишь, что они живут в трехлитровых банках, а люди следят за тем, чтобы их домики были плотно и надежно закрыты белой тряпочкой. Хоть пиявки у нас с вами и не ассоциируются с кем-то чрезвычайно ловким, это те еще проворные создания. Они очень подвижны и частенько склонны выползать из воды. Со слов работников фермы, у них стабильно случались побеги, пока они не усилили методы контроля существ. Кстати, о пиявках. Вы знали, что у них 10 глаз, но целостного изображения они никогда не воспринимают. И хоть пиявки полагаются на обоняние, вкус и осязание, что кажется довольно примитивным, они отлично ориентируются в пространстве и способны быстро найти подходящую жертву. А подойдет им практически кто угодно. Как правило, пиявки питаются кровью позвоночных, моллюсков и червей. Встречаются также виды, которые питаются не кровью, а непосредственно личинками. Они заглатывают их целиком. О последнем предлагаю не говорить. Это как-то слишком жестко. Давайте лучше узнаем, как пиявка всасывает кровь. В этом ей помогает фирменная и устрашающая присоска. В ее глубине спрятаны челюсти, которые, в свою очередь, усеяны мелкими зубами. Пиявка прокусывает кожу на глубину в 1-2 миллиметра и впускает в тело жертвы слюну, в которой содержится фермент герудин. Он препятствует свертываемости крови. В среднем пиявка насыщается за 20-60 минут. За это время она способна выпить около 5 миллилитров крови. Ну так вот, вернемся на нашу ферму. Здесь пиявкам дарят самую свежую и вкусную кровь, закупаемую на бойнях. Используются крупные сгустки, образовавшиеся при свертывании кровяной массы. Для полноценной подкормки пиявок берется исключительно кровь здоровых животных, преимущественно крупного и мелкого рогатого скота. Сгустки помещаются на дно специальных сосудов, куда затем выпускают пиявок. Вода же, в которой содержат пиявок, подготавливается не менее тщательно. Говорят, что она отстаивается не менее суток, очищается от вредных примесей и тяжелых металлов. После очистки и прохождения контроля вода нагревается до нужной температуры и поступает в общую сеть для пиявок. Предлагаю отдохнуть от этих противных созданий и взглянуть на фото от подписчика. Человек отправил мне своего нового щеночка, которого ему отдали знакомые. Со слов парня он был так этому рад, что не успел придумать имя для своего нового лучшего друга. Давайте ему с этим поможем. Напишите в комментариях, как эту красоту можно назвать. Это, если что, мальчик. А это улиточная ферма. Ее текущий владелец был обычным офисным работником, который по выходным приезжал к близким на дачу. И вот в один из дней мужчина заметил, что на дороге к их дому бегает множество улиток. Тут-то его и осенило. Почему бы не начать этим заниматься? Улитки ведь настоящий деликатес. Человек снял все свои сбережения и купил домик неподалеку. Затем он установил длинные ряды загончиков поперек. Сверху он провел систему полива, которая создает туман и поддерживает влажность на уровне 90%. Вместе с этим мужчина организовал и кормушки, длинные деревянные доски, куда сыпет комбикорм. Питание у улиток довольно разнообразное. Яблоки, груши, морковь, капуста, тыквы и огурцы. Подобная технология дает улиткам больше свободы действия, а вырастают они примерно за три года. Ежедневно на обслуживание своей фермы убрать, покормить, проследить за поливом, а также за тем, чтобы для улиток были созданы условия, максимально приближенные к природным. Ну и, естественно, все это моментально окупается, так как ничего подобного вблизи никто, кроме него, не делает. Морские свинки Выращивание этих животных также можно считать популярной отраслью. Первые фермы по их откорму появились в Соединенных Штатах. Например, в Латинской Америке морская свинка уже довольно давно употребляется в пищу, причем спрос на нее не угасает. Согласно подсчету одного местного журнала, в Перу ежегодно употребляют порядка 65 миллионов тушек этих животных. Цифра поразительная, не так ли? Но без помощи медийных людей она была бы невозможной. А так, многие люди продвигают потребление этих животных в пищу и по сей день. Главный их повод заключается в том, что выращивание морских свинок выгоднее для природы, чем выращивание тех же коров или свиней. Они требуют меньше ресурсов. Кроме того, у морской свинки есть еще одна немаловажная особенность. Она выделяет в разы меньше метана, чем корова или свинья. А метан, между прочим, один из главных виновников парникового эффекта. Также этим животным не требуется выпас. Они не создают громких звуков, а еще у них плотный и слабо пахнущий навоз, что не может не радовать фермеров, занимающихся всем вручную. Козы-пауки А это, пожалуй, одна из самых странных ферм, которых я когда-либо видел, ведь на ней разводят коз-пауков. Нет, это не новые герои комиксов и даже не специальные гости цирков. Это вполне реальные и в то же время нормальные животные, которые очень полезны в медицине, косметологии и промышленности. Их выращивают в штате Юта на западе США. Обитающие здесь козочки внешне ничем не отличаются от своих классических собратьев, за исключением молока. После того, как этим животным привили ген паука-золотопряда, их молоко стало содержать ценный протеин, так называемый паутинный шелк. Нить пауков, между прочим, особенно ценный продукт из-за своей эластичности, легкости и в то же время поразительной прочности. Ее широко используют почти во всех отраслях. Потребности в ней растут, а вот из-за ограниченного производства удовлетворить их все никак не получается. Так вот, недавно оказалось, что получать паутинный шелк непосредственно от самих пауков не обязательно. Достаточно скрестить их с козами и получить ценный белок прямо из молока. В данный момент на ферме успешно живет больше сотни коз с особенным геном. Опыты показали, что из их молока на самом деле можно получить драгоценную паутинную нить. Причем не просто получить, а сделать море этой самой нити. Всего одна коза за день дает столько же паучьего шелка, сколько за это же время дает миллион пауков. Если вы до сих пор не понимаете, какой в этом всем смысл, то вот вам еще пара свойств данного материала. Он не плавится, что значительно снижает риск ожогов. Материал отлично применяется в армейской экипировке. При добавлении керамических наночастиц к паучьему шелку получаются отличные упаковочные материалы, которые не пропускают газ. А еще паучий шелк интересен модной индустрии как современный уникальный материал и дополнительный повод привлечь внимание к бренду. А сейчас я расскажу вам о новых видах животных, обнаруженных учеными. Инопланетная оса. Осы это и без того пугающие создания, связываться с которыми захочет только самый смелый или самый безбашенный человек. А теперь представьте, что вместо привычных для нас крылатых созданий окажутся инопланетные осы. Те, которые пожирают своих врагов изнутри и выглядят раз в сто ужаснее. И да, это не кошмар, а реальность. Именно таких созданий ученые обнаружили недалеко от Амазонки. Команда нашла особь женского пола и изучила ее в лаборатории. Специалисты сразу отметили необычный внешний вид из-за большой головы и выпуклых глаз. Она напоминает инопланетное существо. Но что пугает меня в ней гораздо больше, так это тот факт, что она паразит. Причем крайне неординарный и ужасный. Инопланетная оса откладывает внутри своей жертвы яйцо, которое по мере развития убивает организм, в котором растет. Проворачивают же эти осы такой хитрый трюк при помощи специального органа для откладывания яиц, похожего на трубку. Они даже могут проткнуть жертву своим яйцекладом и не откладывать яйца, а просто сразу же пить кровь и насыщать организм необходимыми веществами. Под атакой инопланетян с крыльями постоянно находятся все остальные насекомые, то есть жуки, пауки или гусеницы. Как давно этот вид появился и насколько он опасен для людей? Ученым это еще предстоит узнать. А вот то, что ученые уже почти изучили, так это вырезанные в камне древние лица, найденные в Амазонке. Когда уровень воды в знаменитой реке немного упал, перед исследователями открылись уникальные возможности по исследованию ранее недоступной местности. Мутные воды больше не ухудшали обзор, поэтому люди достаточно быстро наткнулись на человеческие лица, высеченные на камне более двух тысяч лет назад. Первым делом отряд экспертов подумал, что это дело рук древних людей и едва не завершил изучение на камне. Мол, ну нашли рисунки из древности и что дальше? Но тут в какой-то момент одному из ученых пришла мысль взять с этого места образцы ДНК и проверить, кому они могут принадлежать. Скажу так, то, что из этого вышло, шокировало весь научный центр, в котором проводилось исследование. При помощи суперкомпьютера ученые проанализировали взятые из реки образцы и вот что у них получилось. В теории эти рисунки могли сделать подобные существа, похожие на людей, да, но нами очевидно не являющиеся. Что вы думаете по этой находке? Реально ли в древности могли существовать такие монстры? И если да, то почему мы раньше не находили их следов? Напишите в комментариях. О, ребят, мне кажется, я нашел то, что будет даже покручить тех загадочных гуманоидов, нарисованных суперкомпьютером. Тут, где-то в Амазонии, пасется целое стадо маленьких динозавров. Не верите? Тогда смотрите сами. Готов поспорить, что многие из вас сейчас думают, что это какое-то фейковое видео, монтаж или вроде того. Но я вас заверяю, ролик настоящий, менее реальный. Конечно, это не какие-нибудь там бронтозавры, а самые обыкновенные носухи, а точнее коати. Это крайне сообразительный зверек, который обладает носом-мультитулом. С его помощью коати и с сородичами поговорить может, и эмоцию выразить, и открыть проход в интересующее его место, и даже безошибочно найти что-то вкусненькое. Более того, носухи умеют адаптироваться практически к любым условиям, а главным фактором, который позволяет им это делать, является коллективный образ жизни. Пушистики живут стаями от нескольких до полусотни особей, где они делят обязанности и успешно продолжают род. Второй момент, который делает их более продвинутыми, чем многие другие существа, это правильная диета. Да, они следят за питанием и не станут трескать обы что. Могут, конечно, и на фруктах некоторое время посидеть, но чаще всего эти современные динозавры предпочтут мясо, поскольку в нем содержится белок. Таким образом, вместе с белком они получают еще и заряд энергии, которая им так необходима. А еще у Куати невероятно ловкие конечности, настолько, что им бы лучше не по деревьям прыгать и не травку перебирать, а фокусы людям показывать. Ну а что? Убили бы таким образом сразу двух зайцев и деньги на мясо заработали бы и под защитой человека находились бы. Ведь, несмотря на всю ловкость и социализацию, насуха остается совсем маленьким зверьком, чьих когтей и зубов абсолютно недостаточно для борьбы с настоящими хищниками. А вот еще одни существа, которые даже более мелкие, чем Куати. Зовут их карликовыми игрунками. Это такой вид приматов, который, хоть и кажется, совершенно уникальным, но в местах, где они живут, представителей вида предостаточно. Ни о какой грани вымирания здесь и речи быть не может. Чтобы вы понимали, насколько эти ребята маленькие, даже орешек будет размером чуть ли не с целую их руку. Живут эти приматы-амазонки прямо вдоль реки. Можно подумать, каким образом они выживают в столь опасном месте. Месте, где полно ужаснейших змей, инопланетных ос, каких-нибудь ядовитых насекомых и так далее. А я вам скажу, весь секрет во все той же социализации. Карликовая игрунка привыкла жить с небольшими семьями, по три-десять особей. Среди них есть одна мать, один отец и потомство возрастом обычно до трех лет. Иногда к семье присоединяется парочка взрослых, которые добровольно принимают подчиненное положение. Большую часть дня дружная семейка отдыхает в тени, общается и вычесывает друг другу шерстку. Это позволяет наладить дружеские отношения и избавить ближнего своего от паразитов, а самому набить пузо насекомыми. Однако блохами вряд ли удастся наесться. Обезьянки это тоже понимают и умело собирают фрукты, насекомых или древесный сок. Это та еда, которая не даст тебе сдачи, но в то же время успешно насытит твой организм. Но что помогает им выживать еще больше, так это отменное умение общаться. У карликовых игрунок имеется целый ряд звуков, которые они используют в отдельных конкретных случаях. Например, если на них нападают, они издадут один звук. Если кто-то обнаружил нажористые вкусняшки и планирует привезти сюда семью, герой дня издаст другой звук. И даже если кто-то просто хочет показать остальным что-либо или рассказать о своем местоположении, это тоже есть собственный звук. Короче говоря, чтобы не произошло, они успеют вовремя предупредить остальных и придумать план действий. А теперь обращение к парням. Если вдруг вы всячески стараетесь отрастить себе усы, но у вас сделать это не выходит, просьба на пару минут закрыть глаза, потому что императорский тамарин может довести вас до слез. У этого примата просто отмен усище. Узнали об этом создании в начале 20 века, в 1907 году. Мне кажется, что именно после обнаружения этого существа мода на усы по-настоящему начала просачиваться в массы. Как и другие представители семейства игрунковых, императорский тамарин не блещет размерами. Длина тела 30 сантиметров и вес в 400 граммов не тянут на императорские. Однако приматы не отчаялись и быстренько перетащили свою империю повыше на ветки деревьев, недоступные для более крупных обезьян. Но даже несмотря на то, что поселились они высоко, рацион никак не менялся. Им все так же интересны фрукты и растительность, хотя и заморить лапки в крови, если честно, им тоже не страшно. Они легко могут позариться на чьи-нибудь яйца, на насекомых или даже мелких зверушек. И разумеется, нападают в таком случае императорские тамарины не по одному. Они налетают целой ордой приматов, а точнее целым своим семейством. Одна группа обычно насчитывает от 10 до 20 особей, поселившихся на территории размером до 50 гектар. Все-таки от названия в императорских тамаринах осталось вот это желание быть самыми главными и полностью владеть территорией. Именно поэтому они ревностно относятся к ее защите и не терпят чужаков. Даже не знаю, как вам передать, насколько крупный скандал они могут завести из-за территории и незваных гостей. Поэтому лучше просто поверьте на слово. Хотя нет. Думаю, вы сейчас поймете, насколько они бесятся по поводу территории, как только узнаете, что происходит внутри их семейства. Да-да, в нем тоже регулярно творится кавардак. Возглавляет группу усатых, не самец, а самая старая самка в жилах которой течет сильнейшее желание пригреть всех остальных самочек. А вот самцов послать куда подальше. Именно поэтому по достижению взрослого возраста самцов выставляют на холод, а самок оставляют греться. Однако выгоняют так, конечно же, не всех самцов. При этом раскладе их общество вымерло бы. Прогоняют всех, кроме нескольких представителей слабого, по мнению самки, пола. и няньки, а также как продолжатели рода. С началом брачного сезона оставшиеся самцы устраивают танцы с бубнами, так как им предстоит возлежать с каждой самкой стаи. Причем первыми в очереди на лежанку идут старушки. Кинкажу Так, здесь у нас еще один уникальный монстрик, житель Амазонии, являющийся всеядным млекопитающим из семейства енотовых. Имя ему Кинкажу, но также его называют пота. Без генетического анализа разобраться в его происхождении просто невозможно. Посудите сами, милая мордашка пересекается с кошачьей грацией, хвостом хваталкой и ловкостью обезьян. А еще у Кинкажу длинный язык, прямо как у муравьедов, и огромная любовь к продуктам пчеловодства. Получается своего рода гибрид, который словно взял от пяти шести существ все самое лучшее, впитал это и стал ученые все же провели генетический анализ, о необходимости которого я говорил ранее, и выяснили, что Кинкажу на самом деле относится к енотовым. Несмотря на это, ведет себя Кинкажу немного странно. Днем он обожает бездельничать в компании своих родственников. Они отсыпаются в родовом дупле, вычесывают шерстку друг друга и стараются не мозолить глаза крупным дневным хищникам. Когда же солнце заходит, семейка выползает наружу и идет на поиски пропитания. Как ни крути, они ничего не ели целый день. Всеядные ловкачи скользят по веткам деревьев даже лучше белочек с обезьянами, ведь их лапы умеют поворачиваться на 180 градусов. Благодаря этому умению они невероятно эффектно и быстро спускаются на землю прямо головой вниз. Помните, я рассказывал вам о том, что они обожают мед? Так вот, эта самая ловкость, как никто другой, помогает им в его поисках. Благодаря небольшим размерам и всеядности, один семейный клан легко кормится с территории в 30-50 гектар, а ее границу регулярно помечает самый крупный и старший представитель семейства. Он делает это на тот случай, если рядом окажутся их нежеланные родственники. Пусть знают, что здесь уже занято. Вот бы люди тоже научились безошибочно понимать, какие животные где обитают. А то порой встретишь хищника прямо посреди леса, и уходить становится уже слишком поздно. Ну или ладно, не хищника, а какую-то новую летучую мышь по типу мексиканской рыбоядной, например. Ее также называют большой зайцегуб. Пока все нормальные летучие мыши охотятся на жучков или едят фрукты, мексиканская рыбоядная, как вы уже поняли из названия, ищет пропитание в рыбах. К моему удивлению, получается у нее это очень даже неплохо. Этот зверек экипирован мощными крыльями, способными поднять добычу весом само животное, а также цепкими когтями-крючками, позволяющими намертво хватать своего врага и не выпускать его, даже невзирая на скользкую чешую. И вы знаете, рыбная диета ведь работает. На ней наша летучая мышь спокойно отъелась до 13 сантиметров в длину. Но погодите, раз уж мы заговорили о внешнем виде, то откуда в названии этой летучей мыши слово зайцегуб? На самом деле тут все просто. Взгляните на мордочку мексиканской рыбоядной. Радует лишь то, что встретить ее днем невероятно трудно, как и почти любую другую летучую мышь. В это время она прячется в укрытии где-то в пещере или в дупле и дожидается ночи. Ночи, с наступлением которой большой зайцегуб выдвигается на бескомпромиссную охоту. Оказавшись недалеко от воды, за ночь этот рукокрылый монстр может поймать до трех десятков рыб. И все из-за того, что видит зайцегуб не глазами, а ушами. Это животное использует эхолокацию для обнаружения волн, создаваемых рыбой, аккуратно и почти не издавая звуков подлетает к ним и намертво вгрызается во врага. Почти всегда у него получается это с первого раза, но даже если рыбка окажется сильной и утащит летучую мышь за собой под воду, то не беда, она справится и там. Большой зайцегуб прекрасный пловец и в состоянии как брасом добраться до берега, так и взлететь с поверхности прямо вместе с добычей. Жаба-ага Животное с таким необычным названием считается самой крупной жабой в мире. Длина ее тела составляет 27 сантиметров, а вес доходит до 2,6 килограммов. Эти гиганты, помимо шокирующих размерчиков, обладают и бугристой, очень толстой кожей, дышать через которую невероятно трудно. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Жаба-ага следует именно такому правилу, поэтому именно толстая кожа развила ее легкие до невероятных показателей. Они будут даже покруче, чем у многих мастеров спорта по плаванию. Но не нужно сразу же представлять жабу, плывущую по водной глади брасом. Несмотря на большие и мощные легкие, жаба-ага практически не плавает и предпочитает водной среде земную. А раз уж такое дело, то по мере эволюции эти создания решили отказаться и от перепонок на передних лапках. И правда, зачем лучше ориентироваться в пространстве, когда ты и так наполовину ядовитый, а значит к тебе не осмелится подойти ни один адекватный хищник. Вон, видите эти вздутые бугорки рядом с их ушами? Там находится яд. А еще им в некоторых местах пропитана кожа и большая часть внутренних органов. Эта особенность не только обезопасила их от внеплановых нападений других существ, но и поставила выгодное положение, сделала доминантом на своей родной территории. Эти жабы стали самыми что ни на есть вредителями, от которых больше всего страдают местные змеи. Хотя чего там змеи? Их обходят за километр все, даже самые сильные животные, а также человек. Ведь их яд воздействует на людей по полной программе, вызывая аритмию и как итог полную остановку сердца. Рвота, чрезмерное слюноотделение, воспаление, паралич и временная слепота идут в качестве дополнения. А сейчас я расскажу вам о новых гибридах животных, созданных в этом году. Мне кажется, что тема супергероев засела в головах буквально у всех и каждого. Даже те, кто не особо увлекается этими фильмами или мультиками, где-то в глубине души сильно хотят быть похожими на супергероев. Не просто же так даже ученые придумывают сумасшедшие гибриды человека и разных животных. Например, человека и мыши. Этот проект был создан не так давно и за короткий промежуток времени уже успел добиться небывалого успеха. Нет, человека мышь пока никто не создал, но ученые в данный период времени и не ставят себе подобных целей. Ведь если создание родится, за ним будет необходимо вести особый уход, а у исследователей пока нет желания тратить на это силы. Они хотят сосредоточиться на изучении геномов и строении новых организмов, а также узнать все плюсы и минусы, прежде чем допускать их появление на свет. Таким образом, ни один гибрид мыши человека так и не был выращен до взрослого состояния. Все эмбрионы, включая и самые успешные, уничтожают на 17-й день жизни. И даже рекордные на сегодня 4% клеток человека в мышином организме лишь повод для персональной гордости исследователей. Куда интереснее сам метод. Ученым удалось откалибровать стволовые клетки человека, добившись примерно одинаковой скорости роста с мышиными клетками. Это и позволило взаимную интеграцию. Целью этого проекта является получение полноценных совмещенных органов, а также систем вроде кровеносной или дыхательной. Если этот проект окажется успешным, то люди, возможно, найдут выход в плане лечения сложных болезней, связанных с органами. Ну а если идея с человеком-мышью окажется провальной, у исследователей всегда в запасе будет вариант со скрещиванием со свиньей. Хотя чего это я говорю о будущем? Эту идею уже реализовали. Человеческих клеток в составе необычного эмбриона оказалось не более тысячной процента. К тому же развиваться ему позволили лишь 28 дней. Вот только до указанного срока дожило лишь 186 созданий из 2000 исследуемых. Неэффективность этого метода исследователи объясняют тем, что люди и свиньи все-таки слишком далеко находятся друг от друга на эволюционной лестнице и внутриутробное развитие у разных видов проходит по-разному. У человека оно длится 9 месяцев, а у свиньи менее 4-х. Тем не менее, химеру человека и свиньи до сих пор продолжают исследовать. Настоящий монстр. Если вы думаете, что химера человека и свиньи или человека и мыши это пик безобразия, вы определенно ошибаетесь. В природе есть и не такие мутанты. Некоторые даже не поддаются контролю со стороны человека. На этом снимке запечатлели гибрид быка и паука. По словам автора ролика, создание реально. Оно живет на одной из ферм в строгой секретности. Для какой цели его выращивают остается загадкой, но в этом явно нет ничего хорошего. Быки сами по себе много толку не приносят, да еще и скрещенные с пауками этими жуткими и нередко ядовитыми созданиями. Нарвал и Белуха На фоне тех существ, которых мы рассматривали ранее, это лучик надежды на то, что гибриды все-таки могут быть адекватными. В Арктике ученые обнаружили достаточно необычный череп, который принадлежал гибриду Нарвала и Белухи. Ученые заподозрили что-то неладное с первых же секунд, как нашли этот череп, но лишь недавно посредством ДНК-анализа подтвердилась безумная теория. У обнаруженного черепа отсутствовал характерный для Нарвала рог, да и в целом он довольно сильно отличался от черепов двух видов. Был намного крупнее, чем у обычных представителей. Также эта особь питалась на куда большей глубине, нежели ее родители, что тоже заинтересовало ученых. В любом случае лишь время покажет, каким получился этот союз и какие последствия за собой повлечет. Танцующий дракон Именно так назвали довольно странное существо, найденное учеными. Почему? Узнаете далее. Исследователи занимались изучением места обитания разнообразных древних животных, следили за почвой и случайно обнаружили останки загадочного монстра. Да, там находили много разных созданий, включая даже динозавров, но это было уникальным в своем роде. Делать какие-то поспешные выводы на его счет никто не собирался. Однако эксперты все-таки сделали одно предположение. Похож на огромную индейку. По их мнению, этот новый вид является родственником велоцираптора и представляет собой переходную ступень от динозавра к птице. Возможно, динозавры ближе к птицам, чем криптили. При жизни Осапи была меньше современной вороны и обладала четырьмя крыловидными конечностями и очень длинным хвостом с двумя крупными перьями. Подобная комбинация в совокупности с положением, в котором нашли эти останки, позволила назвать существо танцующим драконом. С большой долей вероятности это было еще юное создание, которому от силы был год, но в таком случае, судя по полностью сформированные перья, оперение развивалось у этих монстров по совершенно иному принципу. Для сравнения, большинство современных птиц не обзаводятся крупными хвостовыми перьями до наступления половой зрелости. Хвост же дракона в длину не уступает всему телу динозавра, а перья на нем появились спустя всего несколько месяцев после рождения. Кунга Разумеется, не только мать-природа может создавать уникальные в своем роде гибриды. На роль творцов претендуют и люди вместе с их древнейшими творениями. Я говорю о Кунге, гибриде осла, созданном еще несколько тысяч лет назад. Современные ученые давно знали об этих древних животных по многочисленным глиняным табличкам и неоднократным археологическим находкам, но до недавнего времени никак не могли понять, к какому виду они принадлежат. Дело в том, что все найденные кости копытных по внешнему виду не были похожи ни на одного ныне живущего зверя. Как оказалось, Кунги это вообще первые в истории человечества гибридные животные. Для их скрещивания использовались обычные домашние ослики, а также дикие сирийские онагры. Разумеется, никто однозначно не скажет, для чего именно создавали этих гибридов, но большинство ученых уверены, что они были отличной заменой рядовым ослам, тем, которые были достаточно слабыми и пугливыми. Гибриды же отличались куда большей уверенностью вместе с физической силой. Именно поэтому один такой красавчик иной раз стоил как шесть обычных ослов. А еще кунги не паслись, как другой скот, их кормили специально приготовленной пищей. Не обошлось и без жертвоприношений, копытных хоронили вместе со знатными хозяевами. По древнему преданию, этот ритуал помогал ушедшему в иной мир человеку обрести личного помощника даже в загробном мире. Такого, кто защищал бы его и помогал в трудный час. Так, ладно, я, конечно, все понимаю, гибриды могут быть самыми разными, но чтобы скрестить акулу и свинью, вы серьезно? Вот этот снимок, который вы видите, это никакой не фотошоп, как бы кому-то из вас не хотелось. Это реальный кадр выловленной рыбаками акулы-свиньи. Когда снимок показали общественности, сразу же поползли слухи о том, что это какой-то мутант или продукт страшных военных экспериментов над морскими созданиями. Но, как позже подтвердилось, ни одним, ни другим это не являлось. Люди поймали обычного и в то же время очень редкого гибрида, никак не связанного с военными экспериментами. Ее в самом деле называют акулой-свиньей из-за необычного сходства с хряком. Обычно эта акула обитает на глубине до 700 метров. Что любопытно, создание также издавало и непонятные хрюки, что в иной раз наталкивало на мысль о скрещивании с настоящей свиньей, однако данные исследователей все это мгновенно опровергли. Существо изучили и отпустили обратно в воды, но лично мне что-то все-таки покоя не дает. Кажется, будто в природе таких акул водиться не может, и к этому все равно когда-то была приложена рука человека. А вы что думаете? Калибри с золотом Ученые долгое время считали, что вот эта птичка была совершенно новым видом, а потом оказалось, что ничего подобного и не было. Это был лишь редкий гибрид. Нашли милое создание во время исследования природы в Перу. Именно тогда без особых изучений и выдвинули неверное предположение. Вскоре данные передали в лабораторию, где ДНК птички сравнили с другими показателями. Это и раскрыло все карты, подтвердив, что перед учеными была редчайшая калибри с золотым горлышком. Редчайшей ее называют не только из-за окраса. Судя по ДНК, она является отделившейся от общей массы пернатой, которая еще тысячи лет назад получила свой уникальный генетический фон. Столь сложная цепь развития сохранила в новом гибриде все положительные черты своих потомков, добавив при этом изюминку в виде горлышка другого цвета. В то время, как у ее собратьев оно розовое, у нашей пернатой оно золотистое. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какое животное лично вы считаете самым опасным за всю историю. И спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за субтитры!